Всем привет! Я ем яблоко. У меня, в общем, такой рабочий процесс. Я собираюсь снимать видео. Уже камеру поставила. В общем, всё такое вот в рабочей обстановке. Лежат вещи, которые я вам буду показывать. Кстати, хотела снимать видео о покупках вещей, именно одежды и аксессуаров, но у нас на улице дождь. Очень пасмурно. Может быть, на камеру этого и не видно, так как у меня, в принципе, новая влоговая камера. И у неё немножко баланс белого так хорошо настроен. Лучше, чем на моей вот этой вот камере. Вот, и поэтому не особо заметно, что в комнате темно. Но, поверьте мне, вот я хотела снимать вот там, да, чтобы было как-то возле шкафа всё как-то так вот. Вот. Но там очень темно на самом деле, поэтому я не могу. У меня дополнительного освещения нет, и я не могу снимать. Сегодня, в общем, мне нужно в какую-то более светлую, не пасмурную погоду. У нас даже небо не видно, у нас всё затянуло тучами. Платье, в которое я буду одеваться для видео. Ну и фон убрала, так как там обычно у нас вещи какие-то лежат. Я так прибралась немножко и буду сейчас снимать. Сама же в домашней вот одежде стою. И, кстати, да, я хотела ещё сказать по поводу фона, да. Наверное, не всем он нравится. В общем, я, в принципе, подозреваю, что и отписываются люди от меня из-за того, что у меня видео какие-то обычные, да. У меня не меняется фон, в плане там у всех он становится такой весь светлый, красивый, да. Такой весь прям изысканный, цветы там и всё такое, всё гламурное, красивое. Извините меня, у меня не настолько много времени, возможности это всё сделать, потому что это съёмная квартира. Я здесь не собираюсь сделать ремонт для кого-либо. Я не знаю, может быть, завтра нас выселят, да. Отсюда я недавно сделала вот эту перестановку, потому что до этого здесь был просто сарай. И чтобы вы понимали, да, и не было никаких там претензий, отписывайтесь, конечно, это ваше там какое-то право. В принципе, мне нравится то, как сейчас есть. Пусть он и не гламурный, но он аккуратный, да. Здесь нет бардака, не валяются лифчики, трусы, носки. Я только недавно проснулась. Я уже смонтировала одно видео, уже выложила его на канал. Меня обсыпало, ну, это за счёт того, что я жру последнее время сладкое. Я как-то не могу себя сейчас заставить остановиться. Я знаю, что нужно, и я буду возобновлять тренировки, потому что я последнее время не занималась. У меня было очень много дел. Сейчас даём яблоко и буду снимать для вас видео. Видео будет, кстати, про покупки, поэтому ждите. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже дома, ездила в город по всяким делам. Кстати, те катакомбы, которые вы могли видеть, такое обрушенное здание. Ну, как не обрушенное, в общем, раздолбанное какое-то. Это, оказывается, больница, что-то с туберкулёзом. Там, как она, полное название, я не знаю. В общем, я обходила врачей, короче, и была в этой больнице. Это жесть. Я когда туда зашла, сразу в шоке было. Вообще, это жилое помещение? Ну, работают люди, работает эта больница. И вообще, больница ли это? Уже дома очень устала, потому что ушла я, не знаю, во сколько. В часов 7, наверное, в полвосьмого я ушла. А сейчас у нас уже полчетвёртого. В общем, буду отдыхать и кушать арбузик. Собралась прогуляться, в общем. Немножко парень на работе. Я сейчас вот собралась, поеду к нему на работу. И мы там встретимся. Видела много обзоров, каких-то разговоров на YouTube про этот напиток, фреш-бар. В общем, многим блогерам присылаю что-то там. Мне было просто интересно попробовать. Я, соответственно, его нашла. Кстати, кому интересно, воронежцы. Его можно найти в Ашане, в Граде у нас. Где ещё можно найти, я не знаю. Потому что я особо не присматривалась. Вот по Ашану гуляли, там увидела, решила попробовать. Тем более, там цена такая была демократичная. У меня это называется Sex on the Beach. Это секс на пляже. Я ещё, когда покупала, так очень пить хотела. Короче, после кассы я его открыла и просто вот начала дудолить. Но он оказался газированным. Я газированные напитки не люблю и не пью. Их очень редко, когда мне там захочется. У меня парень просто любит всякие там Coca-Cola, там Fanta, Sprite и такое. В основном Coca-Cola, Pepsi. Было очень интересно. Купила, попробовала. Сильно газированный. Здесь даже написано, но я куда б смотрели мои глаза, конечно. В общем, в целом напиток неплохой. Он с персиком идёт и ещё с чем-то, наверное. В общем, короче, обычная газированная вода в перемешку с соком. Я тоже карамельки брала в Ашаню. Очень люблю их. Просто обожаю. Называются они Coffee Toffee. Они раньше были такие вот в квадратных таких упаковках завёрнуты. И фруктовые, и вот такие Coffee Toffee были. Но сейчас вот такие. Обожаю их. Они просто тают во рту. И я не знаю, это блаженство какое-то. Да, ещё, кстати, чуть не забыла. Хочу показать вам покупки недавние. Ну, как недавние. В прошлом месяце, наверное. Наверное, для дома это были, в принципе, полотенца. Что хочу рассказать. То, что брала вот такое вот большое полотенце, в принципе, с мишками. Оно мне сначала понравилось, потому что мне показалось, что оно более такое хлопковое. Будет хорошо впитывать влагу, да. Но на практике, как бы, оказалось немножко не так. Получается, что не очень хорошо впитывает влагу. Если ты вытираешься. Я, допустим, как, вытираю тело, да, после купания. Но люблю не до конца вытирать его, потому что потом следом я наношу масло на тело. Но всё равно это полотенце. Даже если вот просто мне нужно что-то вытереть, руки, к примеру, даже там насухо. Он не делает того, что нужно. Ещё я брала полотенца для кухни. Покупала в Ашане. Мне они понравились. Показались более такие тоже хорошо впитывающие влагу. Вот взяла такие два. И взяла вот такие вот два полотенца. Мы как бы не любим такие длинные полотенца. Нам как-то больше нравятся вот такие. Они компактные. И с собой их куда-то можно даже брать. И много места они не занимают. Этим, в принципе, полотенцем я пользуюсь. Волосы заматываю. Покупала по смешной цене 79 рублей. Очень хорошие. Там были по 79 тоже, но они другого качества. Качество похоже немножко на вот это. И я из-за этого их не взяла. Взяла такие более поплотнее. Эти очень похожи на предыдущие, которые у нас были. И мне наши бывшие полотенца очень нравились. Но они уже как бы вышли из строя. Ну, в общем, взяла на смену вот такое вот коричневое для молодого человека. Более темное, так сказать. Потому что, как мы знаем, мужчины у нас не всегда такие прям опрятные. Взяла вот такого цвета для себя. Мне понравилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова